Кровь она сама по себе из головы обычно не идет, я не знаю как к тому у Безбородова, может быть у него каждый день из головы кровь идет. Поговорили о Локомотиве и будет. Давайте теперь обсудим, кого же назначит Спартак. Мы сегодня победили, но посмотрите как сыграл Крыховик и Хеведас. Это благодаря Штофельсхаусу. Ну что ж, всем привет. Привет, дорогие друзья. Сегодня у нас довольно приятный вечер ожидается. Мы выиграли у Енисея 3-0. Сейчас параллельно с нами, насколько я знаю, идет классика. Барселона-Реал начинают через 10-15 минут. Через час стартует матч ЦСКА с Краснодаром, который очень приятно смотреть, когда твоя команда уже победила. В этом плане неделю назад было еще приятнее. Так, обложечку уберем. Здравствуйте. Здравствуйте. Так вот. Неделю назад было вообще здорово. Выиграли у Ростова в пятницу, а потом смотрели все выходные за тем, как наши конкуренты один за одним просто сливаются в матчах с командами, с которыми не должны были сливаться вроде бы. Зенит нас порадовал, Краснодар нас порадовал, Спартак нас очень сильно порадовал и вообще очень сильно радовал последнюю неделю. Но суть, наверное, не меняется. Так что смотрите, оставайтесь. Сейчас будем обсуждать две последних недели. Ну, в основном, конечно, эту неделю. Да, это матчи в Спорту и матч с Енисеем, но, может быть, и пару слов про Ростов тоже придется к месту. Хотя там был совершенно такой необсуждаемый матч, поэтому у нас, наверное, и стрима не было в итоге. Ну, потому что обсуждать нечего. Очень здорово то, что вот эта вот игра, которая завершилась со счетом 3-0 в пользу Локомотива, она прошла, ну, вот сразу после игры Спорту. В этом контексте очень легко обсудить сразу обе игры, потому что они были максимально похожими, но только вот с разной полярностью. Спорту Локомотив вышел, ну, во-первых, очень сильно удивил нас по составу, выпустив Крыховика в Центре обороны. Но, по сути, вот, перейдем еще непосредственно к обсуждению самой игры Спорту. Но вот сама мысль в том, что то, как мы играли Спорту, очень сильно похоже на то, как сегодня Енисей играл против нас с Локомотивом, соответственно. Мы создавали моменты, мы много бегали, много всяких активностей создавали. Да, там нам чуть-чуть не повезло с пенальти, нам не повезло с тем, что судья отменил чистый гол. Но, по сути, да, у Порту было три момента, два момента даже, да, чистых. Они забили три мяча. Сегодня у Локомотива было три момента, мы забили три мяча и уезжаем со счетом 3-0. Ощущение, будто это такая, ну, если посмотреть на счет, что очень легкая победа над аутсайдером чемпионата 3-0. Но, на самом деле, что Порту нас обыграл 3-1, что мы обыграли Енисей 3-0, это были, ну, очень сложные победы, очень тяжелые. Да, в какой-то мере сказывается класс игроков, да, потому что те моменты, которые у нас были, игроки Енисея подобные не забивали. И, соответственно, с Порту. У нас было огромное количество моментов, которые мы не забили, а Порту свои реализовал. Это класс игроков, но вместе с тем еще и такой фактор, как везение без него никуда. В Спорту у нас этого везения не было, сегодня с Енисеем это везение у нас было. Взять хотя бы первый гол, в котором наши игроки два раза подряд отдали мяч сопернику, но все равно мяч отскочил к Мирончугу, который слет с левой пробил в створ ворот и забил гол. Главная новинка – это Крыховик в центре обороны. Немножко я удивился по поводу того, что, ну, очень многие в Телеграме и в Твиттере, и на гостевых сильно бомбили по поводу того, что как, почему Крыховик в центре обороны, это ж совсем Палыч сбрендил, но Крыховик очень хорошо подходит для игры в центре обороны. Его туда ставили и в ПСЖ, и в Севиле, да, у него совсем немного матчей, но, по сути, Крыховик умеет отбирать мяч. Крыховик хорошей комплекции для того, чтобы там выигрывать единоборство, играть вверху, и всеми умениями, которые должен обладать центральный защитник, он, в принципе, обладает. И в матче с Порту к Крыховику, ну, наверное, минимум претензий было по игре вот на позиции центрального защитника. Ни в одном из мячей не виноват, и в целом очень надежно и достойно играл против достаточно сильных, индивидуально сильных соперников и Спорту. Но здесь есть вопрос, что было бы, если бы Крыховик ушел в центр поля, где ему самое место, где он обычно играет, слева бы у нас сыграл Идо, а Хевидас ушел бы в центр. Хевидас отличный центральный защитник, как мы прекрасно это знаем, и никаких проблем бы, наверное, с этим не возникло. Точно так же бы здорово сыграл в центре обороны. Но, возможно, Крыховик был бы полезнее в центре поля, поджимал бы, перехватывал мячи. Не знаю, сложно сказать. И сегодняшняя, например, игра с Денисовым, Крыховиком и Тарасовым не убеждает в том, что Крыховик в центре поля гораздо полезнее. Сегодня Крыховик играл, мягко говоря, неубедительно, и в атаке не очень много пользы в итоге принес, хотя в первом тайме еще что-то пытался сделать, потом его отодвинули ближе к своим воротам. Ну и в обороне вы сами видели, что достаточно много таких непонятных передач, как там около штрафной, когда он пытался выйти и зачем-то отдал мяч сопернику. И в целом потери случались очень неприятные, желтую карточку заработал. В общем, такой средне-слабый матч для Крыховика, на мой взгляд. Вот. И в целом непонятно, почему Идову Палыч так сильно задвигает, что когда нужны были перестановки, например, сломался у нас Чурлука, сломался у нас... не сломался, а удалили Кверквелю. Палыч выпускает Лысова, а не Идову, хотя уж в Лиге Чемпионов-то никакого лимита нету, и, в принципе, сегодня Идову показал то, что играть на левом фланге он может, хотя, конечно, Енисей с спорту сравнивает такое себе, но, тем не менее, с Галтасараем того же Идова был вполне себе неплохой матч. Да и с Шальки он играл, конечно, угловой на последних минутах. То, что он упустил своего игрока, это плохо, но не сажать же человека из-за этого на лавку, без возможности с нее вылезти только за одну ошибку там на угловом. Конечно, Идову — это не самый сильный футболист в мире, не самый сильный левый защитник, но вполне себе старательный, бегает, утюжит бровку, и в целом, мне кажется, это было бы, по крайней мере, логично. Когда мы рисовали состав на порту, у нас как-то вот прям вот логично вырисовывалось, что в центре сыграет Хеведус, слева сыграет Брайан Идова. Но Палыч всех переиграл, и мы вышли на порту по такой вот... Ну, в остальном все было, конечно, прогнозируемо. Вышел Эдер в качестве наконечника, два брата, Ману, и все остальное уже понятно. Играли спорту хорошо, и вопросов, наверное, ни у кого не возникли. Не будет никаких вопросов по этому моему тезису, что Локомотив играл хорошо, потому что действительно очень многим понравилось, как играл Локомотив в этом матче. Если в игре с Галатасараем мы играли хорошо там с 15 по 45 минуту, в игре с Шальки там с нулевой по, условно говоря, 50 минуту, то здесь мы играли хорошо спорту, ну, практически весь матч. И заработали пенальти на 10 минуте, который не реализовал Мануэл Фернандеш. Мы забили гол, который отменил судья. Мы создали еще как минимум один момент, который, ну, должен был заканчиваться голом, когда Антон Верончук проткнул мяч на брата, брат Алексей на реакции пробил в дальний угол, но там стоял защитник. От защитника мяч попал в ЭДР, а от ЭДР снова у этого защитника. Ну, такие моменты должны заканчиваться голом. Были еще моменты, которые точно так же могли и должны были заканчиваться голом. Но, к сожалению, этого не случилось. А Порт уже просто, хладнокровно заработал пенальти, реализовал пенальти. Пенальти был на ровном месте. ЭДР зачем-то хватал соперника, который даже до мяча не добирался. Прошли по флангу, навесили на дальней штанге, игрок головой замкнул ворот. У нас, если проходит навес, то обычно за него никто не борется, потому что максимум один человек в штрафной стоит, и вокруг него четыре защитника. И только вышли из раздевалки, счет 2-1. Порту все наши футболисты зачем-то убегают вперед. Тот же Игорь Денисов, Игнатьев, все они убежали вперед, потеряли мяч в простейшей ситуации. Антон Миранчук сделал непонятно. Ну, как раз они навешивают и забивают голы. У нас навес Антона Миранчука доходит до первого защитника, и Порту выстреливает контратакой, в которой Баринов не фалит в центре поля, в которой Керквелия не перекрывает траекторию, в которой Хевидос не успевает за своим игроком, а Гильерме просто как-то непонятно, зачем уворачивается от мяча. Такая вот, ну, абсолютно нелепая атака, в которой Порту очень хладнокровно все реализовали. Это вот как раз к слову о классе. Увы, увы, ноль очков после трех матчей Лиги Чемпионов. Это далеко не то, что мы заслужили, но это хороший урок. Хорошо нам дали по носу, по лбу, что команда должна понимать, как играют в Лиге Чемпионов, что нужно в каждом моменте выкладываться на полную, что никаких... У тебя должна быть полная концентрация, чтобы ты в Лиге Чемпионов забивал и при этом не пропускал. Там наказывают. Сегодня сенесеем мы показали, что этой самой концентрации у нас очень сильно не хватает, но в том и разница в классе, что Енисей, имея свои достаточно шикарные моменты, их не реализовывает, а Локомотив забил свои три мяча, два из них в концовке. Сегодня вышел как раз Идову на левый фланг, сегодня у нас Хеведос и Кверквеллис играли в центре, Игнатьев справа незаменимый, трио опорников вышел Тарасов вместо дисквалифицированного Баринова, вышел, соответственно, Игорь Денисов и Крыховик, которые явно сзади играл Игорь Денисов, подчищал за всеми. Сначала в первом тайме Тарасов больше ему помогал, в втором тайме больше Крыховик ему помогал. Так показалось, хотя Крыховик и во втором тайме тоже периодически вперед бегал. Дальше у нас сыграли впереди в линии атаки это Мануэл Фернандеш, это Алексей Миранчук и Эдер. По поводу Фернандеша были очень большие сомнения, потому что в матче с Порту, во-первых, в матче с Порту Мануэл Фернандеш просто провалил, просто безобразно сыграл, и никаких скидок тут делать нечего. И дело не в пенальти, который он не забил. Такое, в принципе, со всеми бывает, хотя, ну, от Ману мы ждем, что пенальти будут забиваться в 10 из 10 случаев, а он уже не первый раз, к сожалению, не забивает 11-метровый. Человек, который может бить с такой силой, с такой точностью, как Мануэл Фернандеш, просто должен 10 из 10 раз направлять мяч в девятку. И никакой косилис его вытаскивать просто не имеет никаких шансов. Ну, вот как Морега пробил пенальти. Морега, да, где Морега, а где Фернандеш. Но Морега бьет сильно низом в левый угол, Гильермо угадывает с направлением, но все равно не достает. Вот, и Мануэл Фернандеш, его удары, вы помните. Но всю игру Мануэл Фернандеш обозначал борьбу, а не боролся, терял мячи, и в итоге не сделал, наверное, ничего полезного. Если уж даже Палыч меняет Фернандеша, то это о многом говорит. Палыч Фернандеша вообще никогда не меняет, если тот, ну, хоть что-то делает на поле. И Фернандеш не просто безобразно провел эту игру, но еще и демонстративно не пожал руку. Семину, Семин, конечно, потом в послематчевых комментариях сказал то, что ничего страшного, эмоции, все понятно, но, на мой взгляд, такое неуважение к тренеру, это, ну, нехороший знак, в том числе и для команды. Хорошо, если у них состоялся разговор после матча, и они все выяснили, и все вопросы между собой сняли. Палыч всегда поддерживал Фернандеша, не секрет то, что это системообразующий игрок в его команде, но такие выходки, они, ну, не должны оканчиваться без какого-то штрафа для Фернандеша денежного, или наорать на него Палыч должен был после матча, но демонстративно в Лиге Чемпионов, когда весь мир на это смотрит, нельзя унижать главного тренера, это просто аксиома. Сегодня Фернандеш играл, сегодня Фернандеш играл вполне себе неплохо, он не терял мячи, как это делал в матче с Порту, не терял мячи, как это делал в матче с Ростовом, забил гол, который, ну, поставил, пожалуй, точку в этом матче, достаточно породистый гол, хорошо принял мяч, то ли плечом, то ли бицепсом, то ли грудью, ну, плечом скорее, не знаю, может быть, некоторые судьбы и свистнули игру рукой, Безбородов этого решил не делать. Ну и красиво отправил мяч уже в ворота мимо вратаря, показалось то, что вратарь у Енисея, это, наверное, самое их слабое звено, потому что как-то он странно играл все это время, и практически каждый удар в створ был либо очень опасным по итогу, либо заканчивался голом непосредственно. Ну, тем не менее, Фернандеш сегодня играл достаточно, не скажу, что полезно, это все еще не уровень Фернандеша прошлого года, но, по крайней мере, не вредил команде, как это было в двух предыдущих играх, и это уже вполне себе неплохо. Играли, очень повезло, что мы забили первый гол, и это позволило нам играть более-менее комфортно от себя, чувствуя, что за нами преимущество, что мы можем играть от своих ворот на контратаках, на поддавлении соперника, перехватах и так далее. Если бы нам пришлось, если бы мы пропустили тот гол после выноса Идолу, например, бы он не успел, то я думаю, что нам пришлось бы гораздо тяжелее, Енисей бы попробовал закрыться, хотя закрывающийся Енисей это, наверное, не самая надежная картина футбольная, но тем не менее. Все равно Локомотиву было бы гораздо сложнее. При счете 1-0, довольно случайный гол, я уже описывал его, Локомотив получил довольно приятную игру для себя, и в концовке это все-таки сказалось, когда Енисей несколько моментов своих не забил, мы поймали их один раз на ауте, когда Эдер скидывал Фернандеш, и один раз на контратаке, когда Алексей Миранчук вырезал просто ювелирнейшую передачу на Эдера, и Эдер, собственно, поставил точку в этом матче. Сказать что-то еще, кроме того, что я уже рассказал об этом матче, у меня, наверное, не получится. Слишком вот сумбурные две игры получились, с Порту и с Енисеем в две разных стороны. А, ну и минутка про судейство, сто раз уже говорил, что для меня важно, чтобы, ну, я хочу, чтобы судьи свистели то, что они видят, потому что в первом тайме, например, вынос с мяча Идову закончился тем, что Игнатьев двумя руками толкнул того же Саркисова внутри нашей штрафной. Это пенальти, на мой взгляд, довольно бесспорный пенальти, потому что там действительно был толчок руками. Непонятно зачем, но был. И в центре поля такой бы свистнули, ну, наверное, в 99 из 100 случаях. Но потом был момент, когда Бодул из явного вне игры бил по воротам Гильерми, Гильерми спас, но судья не поднимал флажок. Потом был момент, когда Саркисов, тот же самый Саркисов, уже имеющий желтую карточку без бородов, увидел симуляцию в первом моменте, бьет шипами в голову Кверквелли на высоте около полутора метров, то есть это не какое-то там, не какое-то единоборство, в котором Кверквелли сам виноват, что зачем-то низко играл головой. Конкретно с шипами в прыжке у меня есть картинка, ну, со стрима. Ну, то есть вот, ну, вы понимаете, да? То есть Саркисов прыгает, играет шипами в голову Кверквелли, кровища хлещет, и Безбородов просто стоит и улыбается на все это, пытаются там привести в чувство Кверквелли, остановить как-то кровь из головы, которая хлещет, а Безбородов просто стоит, улыбается и говорит, нет, нет, это не желтая карточка, вы чего? Просто Саркисов играет с ногой на уровне головы Кверквелли в прыжке и шипами бьет ему в затылок. Подумаешь, господи, всегда так играете. Это пипец, если честно, и так играть нельзя, должны были удалять Саркисова, пускай и не совсем заслуженно, да, в первом тайме он не должен был получать желтую карточку за симуляцию, не было никакой симуляции, но во втором тайме он должен был удалять его тогда. И все это приводит к тому, что, ну, не надо делать какой-то баланс ошибок, вот я здесь ошибся в вашу пользу, а здесь я ошибусь против вас. Это так же мерзко, как и ошибаться в какую-то одну сторону. Просто свистите то, что... Просто то, что есть, то и свистите. Это, блин, это же... Ничего сложного в этом нету. И скорее бы ввели, конечно бы, в вар. Потому что такие моменты, ну, не должны оставаться ненаказанными. Удаляют Эдера с конями. Комментаторы говорят, что да, но Эдер опасно играет, нога на уровне головы. То, что там полметра до головы Бикао, это как бы по барабану. Никто не попал в Бикао, Бикао хватается за голову, падает. Ему там даже, ну, просто вскользь не попало. Там, ну, полметра. Может быть, чуть меньше, конечно, но огромное расстояние до головы Бикао было. Потом Егоров пишет, говорит там в интервью, что нет, Эдера удалять было нельзя. Не было касания ноги с головой. Поэтому это просто штрафной. Если бы было касание, желтая карточка, все понятно. Но здесь-то очевидное касание. Кровь, она сама по себе из головы обычно не идет. Я не знаю, как к тому у Безбородова. Может быть, у него каждый день из головы кровь идет. Но у Кверквелли, я видел его матч, у него не идет кровь из головы, когда его никто не касается. Очевидно, ему попали шипами в голову, когда он играет головой в мяч, а Саркисов прыгает ногой на уровне, ну, груди минимум. Это желтая 100%. Это красная должна быть, потому что кровь пошла. И по всем судейским законам за такую игру дают красную. Но уж желтая это просто 200%. Он стоит, улыбается. Это бред. С победой Тим. Что можно сказать о книге Семина и ее своевременности? Во-первых, не своевременно это 100%. То есть в ситуации, когда, ну вот сейчас, когда Локомотив не очень хорошо идет в Лиге Чемпионов, плохо идет в Лиге Чемпионов, когда у Локомотива был плохой старт, но сейчас уже команда вроде как набрала и уже идет на втором месте. Зачем эта книга? Зачем эта глава? Ну, вообще непонятно. Если бы он ее выпустил летом, перед началом первенства, окей, понятно, ему бы многое простилось. Если бы он выпустил ее по завершению сезона этого, окей, понятно, многое бы простилось. Но сейчас по ходу сезона выкладываются эти отрывки, сначала про Смородскую, потом про Геркуса со Штофельсхаусом. Это в любом случае не своевременно, что бы он там ни написал. Ну, а написал он там довольно много странных и довольно спорных вещей, в которых, ну, просто по фактам, если их разбирать, можно говорить, вот здесь не прав Палыч, вот здесь не прав Палыч, вот здесь не прав Палыч, вот здесь не прав Палыч. Потому что, ну, там, Штофельсхаус не привозит только игроков в Шальке. Их всего два, один из которых в Шальке играл, там, пять лет назад. Зато привозит всяких Крыховиков, того же, там, Идову, Смолова и еще много кого. Он говорит о том, что, ну, тренер должен участвовать в трансферах. Ну, так ты год уже участвуешь в трансферах, уже известно, что ты, ну, есть твои интервью, есть интервью Геркуса о том, что ты заблокировал трансфер Караваева. Что без твоего ведома игроков Локомотив не покупают. И Локомотив продлил всех игроков, кого-то просил. И в чем вообще сейчас может быть претензия Палыча? То есть претензия Палыча, не знаю, там, год назад можно было бы ее понять. Но сейчас, когда есть трансферный комитет, когда есть право вета у тренера, в чем эта претензия и зачем тогда нужно так говном измазывать сотрудников клуба, которые до сих пор в клубе работают и никуда уходить не собираются. Это неправильно в любом случае. И таких моментов там еще несколько было. Как ты относишься к поступку Фернандеша в матче с Порту? К самому поступку я отношусь, ну, как бы, было и было. Это дело Фернандеша и Палыча. Им разбираться между собой. Я точно, ну, как бы, в моей вселенной такой точно нельзя оставлять без внимания. Типа, ну, прошел и ладно, и бог с ним. Зато он, ну, как бы, умеет играть в футбол и пускай делает, что хочет. Нет, как бы, такое бывает. И мы помним тот момент Мусы с Гончаренко, когда Гончаренко у него на скамейке запасных орал. И после этого Муса, наконец, начал играть в футбол. Я надеюсь, что что-то подобное было в раздевалке у Фернандеша и Палыча, что Палыч рассказал ему, кто все-таки главный тренер в этой команде. Но вот просто так хейтить Фернандеша за конкретно этот момент я не буду. Ну, все-таки всякое бывает в голове у человека. А вот хейтить за то, что он показывает на футбольном поле, это запросто. И то, как он играл Спорту и Ростовом, это было плохо. Тим с победой в чемпи до перерыва остались. Арсенал, Рубин, выезд, Урал, Спартак, выезд, Оренбург. Как думаешь, насколько реально набрать и на каком месте быть? С Арсеналом надо играть на победу. Арсенал удобная для нас команда. Она играет в атаку и у них огромнейшие дыры в обороне, которыми можно и нужно пользоваться. Рубин, выезд, это, конечно, тяжело для нас и для любой команды. Если нечего зацепим, будет хорошо. Главное сдержать Азмуна. Сейчас там особо больше некому играть. Урал вполне удобная для нас команда. Спартак на выезде, вообще непонятно, каким будет Спартак. Сейчас вот говорят, что Спартак в Казань поехал без форвардов. И Оренбург очень зубастая, очень неудобная команда. Я думаю, что 3, 6, 7, 8, 9, 10 очков набрать, это задача минимум. Можем, конечно, набирать больше. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 матчей. Ну, 10 очков в 5 матчах, это нормальный результат, хороший. Учитывая, что здесь есть Рубин и Спартак на выезде. Слышал про игру и Грисси кортовый футбол на Сапсона арене? Конечно, слышал. И я очень рад, что такие вещи проходят на наших территориях. Я очень хочу, чтобы Локомотив пригласил к себе Амкал играть. Благо, у нас теперь есть Резидент Амкала. Игорь Олейник, которого подписали в киберфутбольную команду. Он хоть сейчас и с травмой, но почему бы не такие вот популярные массовые вещи не концентрировать у нас на территории. На Игрисси кортовый футбол на территорию Локомотива пришло 3,5 тысячи болельщиков. На Амкал регулярно ходят по 2 тысячи человек. Но это же круто, и это потенциальные люди, которые на Локомотив не ходят. Так ты их пригласил, возможно, какими-то там купонами, подарочными, сертификатами заманил на территорию Локомотива, чтобы они приходили уже на матчи. А нам 3,5 тысячи болельщиков дополнительные, мягко говоря, не лишние будут, согласитесь. Они уже готовы ходить на футбол. Они ходят на такой футбол, как Эгрисси кортовый футбол КФ. Но Локомотив на главную арену, я думаю, что они пойдут с еще большей радостью. Если из этих 3 тысяч хотя бы тысяч останется, то это будет круто. Но проблема в том, что Локомотив, по-моему, вообще забил на какой-либо пиар и маркетинг. Ушла Дарья Спивак в Зенит. И что сейчас из себя представляет медиа служба Локомотива, честно говоря, вообще непонятно. Для показательности можете зайти на YouTube-канал Локомотива и посмотреть, что Локомотив сделал после поражения от Порту. Сколько у них роликов вышло, например. Как Тарасов тебе? Тарасов сегодня был таким незаметным бойцом. Он сегодня ничего не портил, но и особой пользы от него, честно говоря, не увидел. Был один, пару, тройку, наверное, хороших отборов. Один в первом тайме, во втором сыграл сильнее, чем в первом. Во многом потому, что его двинули вперед. И там он как-то активнее смотрелся, и в подыгрыше участвовал, и в целом как-то более органично смотрелся. Но в целом вообще никакого вклада в эту игру я от Тарасова не заметил. Ну, по крайней мере, ни удаления, ни привоза, ничего такого не было. Ну, в первом тайме момент Саркисова организовался в том числе и из-за Тарасова, из-за того, что он бросил своего игрока. Пошел на игрока, к которому уже бежал Кверквели. В итоге и Кверквели оказался вне своей позиции, потому что он выдернулся на игрока. И Тарасов оказался вне своей позиции, потому что он выдернулся на этого игрока, который успел протолкнуть мяч на того игрока, с которым должен был играть Тарасов. В итоге получился суперопасный момент. Но это, наверное, в большей степени не согласовано с действием Тарасова и Керквели, нежели прям вот такая уж критичная ошибка Тарасова. А так, ну, незаметный боец. Всех с победой. Тим, как тебе игра Криховика сегодня и Хеведеса в Лиге Чемпионов? И почему Геркус сейчас не петушится игрой этими новичками? Хеведес очень нравится и в Лиге Чемпионов, и в матчах чемпионата. Я думаю, что это один из лучших игроков последнего месяца, последних полутора месяцев. Сейчас Леша разыгрался, но так, если брать лучшего игрока, по прошлому месяцу, да, Баринова поставили. Но второй это 100% Хеведес. В этом месяце Хеведес не хуже. Криховик в... Спасибо большое за хост Нерди. Криховик в этом конкретном матче был, ну, не образца себя лучшего, прямо скажем. Много ошибок допускал, но зато в Лиге Чемпионов отыграл здорово на ЦЗ, а петушит с игрой этими новичками, как бы, в смысле, каждый, каждый матч нужно в Инстаграме. Мы сегодня победили, но посмотрите, как сыграл Криховик и Хеведес. Это благодаря Штофельсхаусу. Но я думаю, что это просто, ну, странно было бы. Как тебе игра Миранчуков в Лиге Чемпионов РПЛ? Почему Антона сегодня не выпустили на замену? Не знаю, почему Антона не выпустили. Я думаю, что если бы он был полностью готов и здоров, я думаю, что он бы вышел и... Ну, 100% бы вышел. Потому что выпустили Тугорева, выпустили Жамаледдинова. Если бы Антон был готов, он бы, наверное, и в старте бы сыграл. Так что, вполне возможно, это очередное прибавление в нашем лазарете. Может, мышечное что-нибудь, может быть, какой-нибудь ушиб. Что-то, что, ну, позволяет быть на скамейке и в крайней ситуации выйти на замену. Но лучше продержать. А так, Леша лучший из спорта, Леша лучший из Енисеем. Это, безусловно, на мой взгляд, два прекраснейших матча выдал. На фоне разговоров о Попове и Ману, ты как, нашел уже молодого беста на эту позицию? И вообще, кого стоит брать вместо Ману по позиции? Именно Цапа или классного Крайка или кого еще? Смотрите, я за то, чтобы у Локомотива была какая-то системная работа. Чтобы мы брали футболиста, понимая, на какой позиции он должен играть, какими качествами он должен обладать. Когда мы говорим о замене Ману, это вообще нихрена непонятно. Потому что Ману — это игрок центра поля. Это вот, ну, мы знаем Мануэла Фернандеша как опорника по Валенсии и там раннему периоду, как атакующего полузащитника по Бешикташу. Ну, блин, сейчас Мануэл Фернандеш у нас регулярно играет на левом фланге. Если нам нужен игрок на левый фланг, то это одно дело. Значит, мы находим левого полузащитника, который умеет быстро бегать, который умеет бить там слева и справа и ноги забивать, который может навесить хорошо этот вербищ сейчас из киевского Динамо, тогда из Копенгагена. Господи, я все уже позабыл. С кем мы там играли-то? Да, из Копенгагена. Идеальный пример левого полузащитника, который бы заменил Мануэл Фернандеша и локомотиву, от этого была бы огромная польза. Если мы ищем центрального атакующего полузащитника, то это другой набор качества. Это умение играть под прессингом, умение сохранять мяч, умение сделать тонкую передачу в штрафную. Это, ну, абсолютно другие умения. Брать человека, который умеет и по центру, и слева, ну, это такая себе идея, потому что обычно это получается не то, не сё. Как бы ты привлекал болельщиков в команду на стадион? Да никак, просто нужно ждать. Не бывает все это по мгновению волшебной палочки. У нас уже в этом году по сравнению с прошлым сезоном прирост примерно 3 или 4 тысячи в среднем болельщиков. 3 тысячи точно, я не буду сейчас врать, но 3 тысячи человек просто в среднем. Это прирост по сравнению с прошлым годом. В прошлом году был прирост по отношению к первому сезону Сёмина и Геркуса. То есть вы понимаете, да, что это рост, который дал нам уже примерно 5 тысяч за 2 года. Это всё будет продолжаться и накапливаться. Та работа, которая идёт сейчас, она хороша, и всё это вкупе даст в итоге нормальную заполняемость. Но не сразу, люди хотят всё сразу, но такого не бывает. Мы очень многого растеряли, и теперь нужно примерно столько же лет, чтобы обратно всё это вернуть. Ну и, конечно, комфорт на стадионе – это, наверное, первостепенная задача. Нужно, чтобы было комфортно приходить на матч, комфортно уходить на матч с матча, комфортно на самом матче, чтобы не холодно, чтобы спокойно можно было купить, что хочешь, чтобы просто приятно было находиться на стадионе. У нас в какой-то мере это есть сейчас, но и негативных моментов тоже хватает. Нахождение Ротенберга явно не по спортивному принципу тебя не смущает. Человеческие качества я не беру. Он тупо занимает место потенциально молодого парня. Особо не смущает. Ну, то есть, конечно, сильно негативно настроен к Ротенбергу, когда он только приходил в локомотив. Это было, на мой взгляд, очень сильно зашкварно. Тем не менее, Ротенберг показывает, что он готов сидеть на скамейке, что он очень позитивный парень. Никогда ни в каком видео, ни в каком интервью ни один из игроков не сказал, что там что-то там про Ротенберга, какую-то колкость, что он занимает чьё-то чужое место. Да, у нас мог бы сидеть молодой парень, но на самом деле я не вижу, чем это хорошо, чтобы у нас на скамейке сидел какой-то молодой парень. Вот у нас сейчас в Красноярск скатались Лапшов и Куликов. Шансов на то, чтобы они появились на поле, было примерно вот столько. Невозможно представить ситуацию, при которой на поле вдруг неожиданно появится Куликов или Лапшов. Были бы какие-то сумасшедшие перестроения там с тем же Крыховиком в центр обороны, с перемещением Идову в центр обороны. Но поверить то, что Лапшов появится, но это нужно, чтобы там было 2-3 травмы одновременно случились, и все в центральной зоне защиты. То же самое, но вот сейчас бы не было Ротенберга, и взяли бы из основы посидеть, не знаю, там, Карапузова. Чем это полезно для Карапузова? Я не знаю. Леша Миронов играл, 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 играл. Теперь только в юношской лиге чемпионов играет. Кто у нас там еще был? Тугарев играл за казанку, набрал хорошую форму, теперь ездит с командой. Иногда выходит на 5 минут. Развивается он так? Ну, мне кажется, не особо. Поэтому, ну, сидит и сидит, господи. Если бы у нас молодежь играла, и реально бы вместо Ротенберга можно было бы взять какого-нибудь молодого парня, у которого был бы шанс на выход на замену, да, я бы, наверное, бомбил. Но я же вижу, что этого не происходит. Ну и черт с ним. Ну, пускай Ротенберг. Не Ротенберг, так Маргасов бы сидел. Не Маргасов, так не знаю, а Мирнатха бы сидел. Какая разница, кому на скамейке сидеть? Про Кокорина и Мамаева пару слов, что думаешь. Ну, я думаю, что они полные дебилы. Нажрались, не контролировали себя. И все вот это вот изначальное воспитание спортсменов, которые абсолютно не социализированы, у которых тестостерона выше крыши, которые альфа-самцы и так далее. Это все мерзко, ужасно и достойно наказания. Но при этом то, что развернулось там в прессе и у болельщиков, желание посадить как можно надольше зажравшихся спортсменов. Это мне не очень нравится, потому что в лице Мамаева и Кокорина люди хотят наказать всю несправедливость российской судебной системы, что, конечно, несправедливо к самим Кокорину и Мамаеву. Надо действовать по закону, но без перебора. Потому что, понятное дело, что Кокорин и Мамаев – это не асоциальные личности, которые своим нахождением на улице представляют какую-то угрозу для общества. Кокорин не пойдет никого убивать просто так, не будет громить магазины, только если не нажрется опять. Короче, надо их наказывать, но, на мой взгляд, очень сильно перебарщивают с негативом в их сторону. Я не знаю, видели вы в новостях или нет, но недавно, по-моему, восьмиклассники избили девятиклассника. Вот там жесть гораздо хуже, чем жесть, которую совершили Мамаев и с Кокорином. Но я что-то не вижу особых криков, что срочно посадить и животные и так далее. Хотя животные там гораздо более серьезные. И эти восьмиклассники – это не зажравшиеся футболисты. Просто такое общество у нас сейчас озлобленное с АУЕ-замашками и так далее. Слишком это все. Тим, я кидал в чатик телеграммы видос Зенита с Мишей Киржаковым, Дзюбой и Фифером Миллером. Очень крутой видос. Футболисты не тусуются стебле ведущих. Наверное, не тушуются стебать ведущих. Как тебе, что мешает влогу такое снять? Я не смотрел сам ролик, не смотрю YouTube-ролики. Но я уверен, что именно за этим будущее медиа-контента в спортивных клубах. У нас есть Ставр, человек, которого подписал Локомотив и который, в принципе, эти ролики клепает. Но, блин, вот его подписали, он сделал пару роликов на первых своих сборах. Это было год назад. Все. Ставра на канале Локомотива нет. У него есть еще ролик с Мануэлом Фернандешем недавний, где они там бьют штрафные. Но это все прям вообще ни о чем. Сейчас мы подписали Игоря Олейника. Человек, который тоже делает всякие челленджи. В основном с молодыми футболистами. Один из последних выпусков его это. С Максом Турищевым. Довольно забавный, интересный ролик. У нас есть, ну, точнее, Олейника подписали уже в Киберлокомотив. Я не знаю, почему футбольного фристайлера подписывают в Киберлокомотив, но он тоже уже есть в команде. И, насколько я знаю, он работает как амбассадор Локомотива уже примерно месяц. Но при этом ничего с игроками Локомотива не вышло. Есть Тудротс, очень популярные парни, которые симпатизируют Локомотиву, которые тоже очень много челленджа делают с молодыми футболистами Локомотива. Их тоже никак не привлекают. У нас ничего нету сейчас. У нас YouTube развален полностью. Вот с тех пор, как Жарков с Брейдо ушли, у нас YouTube развалился. У нас поэтому ничего нету. Мы откатились в плане медиа какого-то освещения Локомотива не на 2, не на 3 года. Мы откатились на 10 лет назад. 2007-2008. Вот то, что сейчас делается Локомотивом, это вот... Тогда это считалось нормой. Сейчас... Увы. Планы на будущее. 3 ноября. Нет, 31 октября. Среда 19.30. Матч заканчивается 21.30. Домашний. Ну, в принципе, в 10 часов можно постримить после Кубка. Почему нет? Я не пойду на этот матч. Ну, в 10 часов, наверное, можно начать стримить. Потом, кто приедет со стадиона, тот досмотрит. Следующий матч с Арсеналом. Суббота, 2 часа дня. Ну, я думаю, что к тому моменту мы уже FM начнем. И, скорее всего, суббота, воскресенье, понедельник посвятим и матчу Локомотив Арсенал и игре футбольный менеджер. Сегодня быстро. Можно теперь и коней глянуть. Да, второй тайм. Как они играют, кстати. 0-0. Нас этот счет полностью устраивает. Если они сыграют в ничью, мы останемся на втором месте. По-моему, неплохо. Все. Спасибо большое, ребят, за то, что приходили, за то, что смотрели, за то, что продолжаете болеть за Локомотив. Думаю, что дальше у нас как минимум хуже не будет. Должно быть или так же победы, или еще лучше победы в Лиге Чемпионов. Ну и пока. Надеюсь, что до среды. Ну, а если нет, то встретимся в следующую субботу. Это 100%. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok